Питерский экономический международный форум 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 После того, как убежала эта комарилия во главе с Чубайсом за кордон, все-таки начнется процесс оздоровления. И поэтому я с огромным интересом выезжал на Питерский форум, предложил Володину как можно больше послать туда депутатов, участвовать во всех встречах и сделать официальное заключение, обсудил это и на Совете, и на Государственной Думе. У меня сложилось опять довольно двойственное ощущение. С одной стороны, я почти подписываюсь под каждой оценкой, с которой выступил Путин в ходе этого очень важного заседания. Он признал, что старая эпоха закончилась, что капитализм залез в тупик, что надо расширять ареал обитания, что надо концентрировать внимание на реальном секторе производства и поддержать талантливых людей. Даже ипотеку под 5% промышленную предложил. Да, согласен. Но его очень активно поддержали, прежде всего, левопатриотические силы. Выступление председателя Си Цзиньпини считаю историческим знаком в это трудное для России и всех нас время ведущая экономика мира, крупнейшая держава, в которой почти полтора миллиандра не только протянула руку, но и в политическом, экономическом, социальном плане подтвердила свою готовность работать вместе с нами. Более того, мы вот с Новиков накануне все сделали для того, чтобы начать большую кампанию по пропаганде в ходе показа документальных и художественных фильмов уникального опыта развития китайской цивилизации. Китай сейчас выпустил 4 тома истории китайской цивилизации. Я с огромным удовольствием начал ее изучать, а до этого познакомился с двумя томами Государственного управления Си Цзиньпини и уникальным работами Дэн Си Апина, который начинал этот великий взлет поднебесный в небеса и в будущее, в принципе. Я полагал, что наши олигархи и те, кто сегодня формирует финансово-экономическую политику, изучат и ленинско-сталинскую модернизацию, уже опубликована книга «Кристалл роста», и нашу программу, над которой прекрасно работали Акашин вместе с нашей командой, и наши организационно-политические мероприятия, которые предложил Афонин с народными предприятиями. Но на встрече с этой публикой, где выступал Орешкин, Набиулина, Решетников и кто там еще, и Силуанов, я опять слышал старые мантры Гайдаровской эпохи, даже не выговорили, что надо организовать планирование, что стратегическое планирование необходимо крайне, потому что нельзя выдавать длинные кредиты, непонятно, что надо все сделать, чтобы концентрировать внимание на реальном производстве, реальном секторе и выполнении, в том числе и наших 21 промышленно-производственных программ, которые подтвердили и доказали, что они очень эффективны. Наши народные предприятия и сегодня работают лучше всех, лучше всех обеспечивают социальными благами, выше всех у них зарплата и полный пакет для детей, стариков и жителей. Ничего похожего. Перебираемся на завтрак Грефу, да, Даня Милохина и еще одного деятеля с наколками, там не было в этот раз. Но Греф запустил опрос, что будем делать, или повертывать трубу с запада на восток, или все-таки займемся реальной экономикой. И он аж опешил, увидел, что даже его аудитория, 83% сказали, будем заниматься реальным производством, нормальными налогами, поддерживать станкостроение, машиностроение, сельхозмашиностроение, в том числе и народные предприятия. Я побеседовал даже с Дерибаской, который меня судил за то, что я предложил в Думе создать комиссию и расследовать, почему эта базовая отрасль алюминиевая оказалась в лапах англосаксов. А ведь от нее зависит медицина, стройка, авиация, космос и многое. Он честно сказал, что он почти 15 лет выстраивал поворот на запад, а теперь надо на восток. Еще 8-10 лет надо. Я говорю, ну есть другой способ. И напомнил ему, что тот завод, который не захапали в Шелихове, не далеко от Иркутска, строили орловские комсомольцы, которых я туда направлял. И главная улица в Шелихове так и называется, улица орловских комсомольцев. Что это народная, государственная производство. И что надо вкладывать прежде всего капиталы сюда. Поворота в эту сторону тех, кто захватил гигантские капиталы, я не увидел и не услышал. И если Путину не удастся их заставить работать на его программу суверенитета, то нас ждут еще более тяжелые и опасные времена. Почему? Вот сейчас в любом выступлении Путину говорит, мы за суверенитет. Я тоже за суверенитет. Но суверенитет от слова «суверен», суверен монарха, суверен диктатора, суверен фашистов, суверен олигархии, суверен буржуазии. Мы впервые в истории за тысячу лет добились полного народного суверенитета в октябре 1917-го. Когда отобрали власть у буржуев и отдали трудовому народу. Когда погнали всю Антанту, отсюда Красная Армия. И когда Ленин и Сталин провели гигантскую политику, направленную на укрепление научного, образовательного, экономического, социального, государственного суверенитета. Этот суверенитет дал потрясающий эффект. Он обеспечил победу, прорыв в космос. Он решил все задачи. Мы накануне Дня памяти и скорби у меня весь род воевал. Я знаю от них, что там было. Они из этой грязной пропаганды, Яковлевых, Коротичей и всей этой прочей сволочи, которая врала нам. Я когда-то спросил, почему мы так дрожались и отодвинули границы на запад. Они открыто сказали, если бы мы на 200-300 километров не отодвинули, мы Москву не уберегли. Сегодня я смотрю на военно-политическую операцию. Мы полностью поддержали. Мы бы провели ее мягко. И провели бы 10 лет назад. Сформировали бы леопатриотические силы, женские движения, профсоюзные, молодежные. На Украине 83% признали русский язык родным. А когда отдали нацистско-бандеровской сволочи, и теперь мы харкаем, прекрасно понимая, что это. Эта операция должна быть доведена. Но чтобы любую военно-политическую операцию реализовать, надо первое, отмобилизовать все ресурсы. Я не вижу этого в стране. Не вижу, в том числе не видел на этом форуме. Второе, надо все, кто ваши союзники помогаете, чтобы они рот открыли и сказали, что мы, ребята, в это трудное время с вами. Сталин ухватил ума и воли всех, и репрессированных казаков, и обиженных священников, и раскулаченных кулаков, заставить воевать на великую победу. Но она начиналась с священной войны, с этой песни. Без этой песни мы не победили. Идите на наши экраны посмотреть. Посмотрите на ваши коллеги. С этого форума ни одного кадра не показали то, что предлагала КПРФ. Я не знаю, кто вам запретил это делать. Это грубейшее нарушение закона и абсолютно подлое отношение к установке президента о сплоченности и консолидации общества. Консолидации начинают с единства целей, с правды истории, с правды победы. Без этого не бывает никаких успехов. Поэтому надо все сделать, чтобы выполнить установки президента. В противном случае мы ставим под сомнение свою государственность. А пока суверенитета у нас полного нет. И говорю президенту об этом. Уважаемый президент, у вас 65% и ныне экономик крупной промышленности принадлежит иностранцам. У вас 92% торговых сетей принадлежат иностранцам. Мы 9 раз вам вносили предложение, чтобы дети войны получили нормальную пенсию. Их 10 миллионов осталось. Они влачат жалкое существование. Это самая заслуженная и почетная часть нашего населения. У нас сегодня по-прежнему гигантские деньги лежат мертвым грузом, потому что под такие проценты никто не будет ни вкладывать, ни строить, ни развивать. Поэтому наша программа на столе у вас. Предлагаю еще раз вам вместе с Единой Россией сесть и обсудить. Без ее выполнения ни у нас не будет ни новых побед, ни суверенитета. Предлагаю конструктивный диалог. Предлагаю конструктивный диалог.